Ужасная картинка. Всем привет. Ну что, мы отвечаем на вопросы? Пойдем, пожалуйста. Слушай, прекрасная картинка. Очень удобно вообще смотреть. У меня зарядка идет. Прохладно, тишина. Никто не отвлекает, мысли не сбивает. Никто не ходит, жара меня не мучает. Я готов? Погнали. Давай, вопрос. Нет, нет, пошли. Всем привет. Друзья, всем привет. Короче, мы решили вам записать наконец-таки ответы на вопросы. Лена морально готовилась, я вообще не готовился. В общем, давайте так, у меня нет, она не любит такие видео. Мне вообще все равно. Я в этом плане, мне все просто за словом в кармане не лезу. Ладно, все. Друзья, мы вот очень долго искали место, где нам сесть. Давай, все, это дело не одноится. В общем, сейчас она читает вопросы, и мы то, что, скажем так, Лена может отвечать, будет отвечать, в основном буду отвечать я на эти вопросы, потому что, Полина, это будет долго. Да. Ну, я шучу. Ладно, прямо с самого первого. Ребят, смотрите, те вопросы, которые повторяются, мы просто будем говорить о том, что повторяется, нет смысла, там многие повторяются на самом деле. Вот, при этом говорить о том, что... И кто долго, простите. Да, я долго. Вот, нет, давай, ладно, погнали. Итак, друзья, я открываю вот это вот видео, которое называлось «Ответим на ваши вопросы». Отсюда пойдем, и потом все следующие четыре посмотрим, какие там еще были вопросы. Итак, дорого ли содержать животных, какие обязательные прививки делают собакам, и правда ли... А вот Лиза сейчас поступает. Можно я по порядку, давай читать. А первый же был вот тут сначала. Первый, аж вон там. А почему первый не с первого, или с последнего? Это и есть первый. Вот, доброго времени суток всем. Это когда видео вышло, выходит... Доброго и вам. Итак, дорого ли содержать животных, какие обязательные прививки делают собакам, и правда ли, что вплоть до уголовной ответственности можно дойти за жестокое обращение с животными, да, правда? Да, правда, про дорого... Блин, сейчас, наверное, ветер мешает. В общем, по поводу дорого-недорого, еще раз обозначаем. Прямо с самого начала видео я скажу еще раз фразу, которую мы обязаны всегда вообще просто вам доносить, чтобы вы это поняли. В Соединенных Штатах все зависит не только от штата, еще и от города. Поэтому, говоря сейчас, вообще, отвечая на ваши вопросы, мы отвечаем только за штат Флорида и за город Нейплс. Вот в городе Нейплс про животных, если рассказывать, мы вводим свое животное к врачу, и обязательный прием стоит минимум, по-моему, самый минимум, который мы оплачивали, это 56, что ли, ну, в районе 55, короче говоря, долларов. Остальное все, это просто за прием, за осмотр. Смотрели, не смотрели, то есть без разницы, вы все равно заплатите эту оплату сделаете. Все остальное сверху дальше экстра. Прививка, в зависимости от прививки, стоит там 30 долларов, 50 долларов, 40 долларов, то есть дорого, недорого, я не знаю, кому как, но в целом, как бы, зависит от вашего расписания, от вашего животного, собака или кошка, у кого какие рекомендации. Но в целом, этот приличный достаточно суммы по кормам, вот мы сейчас только что как раз смотрели счет. Дорого ли содержать животных? Давай начнем с того, что, чтобы здесь завести животное, нужно оставить депозит в лизинг-центре, который прямо задам. Да, разрешение, во-первых, вы должны всегда соизмерять, если вы даже едете с животным, переезжаете, или переезжаете из комплекса в комплекс, или из города в город в США, вы должны обязательно согласовывать этот момент, что у вас есть животное. Правда, на всех этапах вам этот вопрос обязательно задают, если животное, и взнос за него, невозвратный взнос, будет в зависимости от того, какие правила комьюнити. В нашем комьюнити это стоит 400 долларов, то есть за одно животное, и разрешено до двух животных большого размера. Ну, имеется в виду, как у нас, допустим, кошка или собака, и собака, да, или две кошки, или две собаки, у нас часто можно увидеть две собаки у лизин. То есть, речь идет о том, что третью собаку, по идее, де-юра, вы завести не можете. Ну, какого-нибудь хомячка, рыбку можно. Ну, то есть, это вопрос жесткости комьюнити, но если это будет вдруг выяснится, то как бы вас... Да, никто не проверяет. Ну, птичку, что-то... Везде все по-разному, в общем, мы в этой связи говорим о том, как это правильно делать, то есть везде правила разные, про прививки, про это сказали. Дальше, дорого ли содержать животных, и так депозит заплатили, а далее корм животных. Вот, например, сегодня мы заказали на сайте на месяц 200 долларов мы отдали, закатая за собаку корм. 200 долларов, да. Это только корм. Это сухой и баночки, ну, хватит, скорее всего, нам на месяц, то есть примерно еще 200 долларов. Соответственно, еще можно... А, еще туалет кошки, ну да, 200 долларов. На самом деле, еще есть момент, можно взять страховку, у нас у Милаши мы делали страховку, стоит она 65 долларов в месяц. Да. Что покрывает, покрывает только emergency, в случае, если она что-то проглотила посторонние предметы, то есть вот эти вот постоянные осмотры, которые должны вы делать согласно расписанию, которые вам устанавливает там клиника, да, и рекомендации врача, они в страховку не входят. То есть это отдельно, страховка отдельно. Страховка только на случай, если с собакой что-то случилось, заболела, поломалась, не то проглотила, съела, в общем, вот такие вещи. Погнали. Следующий, Лиза сейчас поступает, можно подробно именно о поступлении в колледж, в университет? Значит, мы можем сказать так, что мы об этом расскажем несколько позже, более подробно, когда у нее уже вообще все случится. Но в целом, скажу так, сейчас есть два варианта поступления, очень много полезных и хороших, почитайте, комментарии давали у нас там подписчики, да, очень подробные, пишут, что как все возможно, но все зависит от того, насколько ваш ребенок сдал экзамены и прочее. То есть поступить можно любому, хотите в университет, хотите в колледж, в принципе, если вы закончили школу, у вас достаточно SAT, вот это вот как, как он, ЕГЭ называется, да, в России. Как ЕГЭ в России, да. То, в принципе, поступить можно легко. По его результатам. Да, по его результатам. Вопрос того, что вся система образования, которая появилась сейчас, вот она сейчас в некотором роде переконвертировалась в другую, якобы новую в России, она взята вот отсюда. И она потихонечку уходит, то есть ту систему образования, те вот эти вот ЕГЭ и прочее, которые мы получили, тестирование, которые мы получили, которые мы долго голову ломали, зачем, кто это придумал вообще, зачем это нужно. Так вот теперь понятно, кто это придумал, а зачем это нужно, это уже каждый сам решает. Но система образования, вот вообще вот именно такая, она взята отсюда. Что здесь вообще и в чем разница? Ну, первое, что здесь вы можете поступать несколько раз в год. Второе, и вот это так называемый ЕГЭ, здесь он называется SAT, вы его тоже можете сдавать несколько раз в год. Стоит, то есть первый раз, по-моему, бесплатно, потом идет по 65 долларов. Если так себе результат, вы можете сдавать его бесконечно, но за это уже нужно платить. Я не помню, сколько, по-моему, долларов. Да, что-то в ранее 65-60 долларов. Да, платно. И сдавать можете бесконечно, засчитается самый лучший результат. Да, и выбрать самый лучший результат, который вы сдали. При этом, сможете ли вы поступить, если вам до определенного университета хватает баллов, вы сможете поступить. Ну, а дальше, вы знаете, они, как конструктор Лего, собирают свои вот эти вот поинты на определенные... То есть вы в школе можете набрать по какому-то предмету много поинтов, и эти поинты перенесутся у вас даже в колледж или в университет. Кольщий университет отличается только тем, что вы можете дешевле и проще закончить часть предметов, там, двух-трехгодичные, допустим, предметы. Вы их можете и раньше, многие онлайн идут раньше. Вот как Лиза, она сейчас начнет учиться онлайн уже летом, то есть к сентябрю, когда начнется как бы очное уже образование, очные предметы, она уже часть предметов онлайн пройдет. То есть наберет поинты, и дальше вы можете в любой момент переводиться в университет, из университета в университет. То есть вы просто свои данные, свои знания показываете и говорите, что у меня по такому предмету есть хорошее, я теперь могу вот туда перевестись. Если вы еще и спортсмен, если вы еще и как-то волонтер, в общем, у вас там, да, куча-куча всего, все это вкупе оценивается, и тогда вас университет или колледж берут. Любые достижения, да, просто все это в одну папочку, так скажем, и... Как очень правильно написал, как бы вот кто-то из подписчиков, да, который давно живет в Америке, он очень подробно описал, очень правильно, почитайте внимательные комментарии, он в развернутой форме, в том, что... А мы, я думаю, его зачитаем здесь. Ну, ну, нет смысла, там просто сейчас, когда дойдем до него, да... Я думаю, что люди найдут и прочтут это как раз-таки под вот этим вот... Это под видео вечер, обычный день или обычный вечер, что-то такое. Вот, в общем, итого, чем, как бы, вы, у вас меньше знаний, тем больше вы будете платить денег в университете или в колледже. Все просто. Если знаний больше, если вы готовы, то колледж-университет будет вам, соответственно, эти поинты засчитывать, 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 вы сдаете. Видите, каждая пересдача деньги, каждая, как бы, я, например, вам скажу так, обучение курса, ну, например, английского языка, а он здесь называется еще такой пример, как language art, чтобы его сдать просто для себя, если вы учитесь, вам это будет стоить за полтора месяца, например, 300 долларов. Если вы сдаете для университета или для колледжа, то сдача экзамена будет 1700 долларов, понимаете разницу, да, простого обучения и между обучением, когда вам нужны именно вот эти поинты, вот эти баллы. Поэтому система образования очень непростая, но она дает возможность столько переинвестировать, как конструктор лего, собрать себе столько вариантов, что вы все равно найдете свой. Все зависит от желания. Да, от желания, от желания, естественно, от возможностей. То есть, если у вас нет возможности финансовой, то помимо... Но есть желание, вы точно пройдете. Вы точно можете учиться, стараться и... А если нет желания, то, наверное, даже и деньги не помогут. Да. Наверное. Мы пока не знаем. Я вам могу сказать одно, что в среднем самые такие хорошие университеты, так же, как и школы, стоят примерно одних и тех же денег, порядка 50 тысяч долларов в год. То есть, университеты, которые я имею в виду, которые там с именем, которые имеют, ну, в принципе, да и без имени, да, то есть, это примерно цена. Зависит от того, нужен вам кампус, не нужен. Лиза у нас не живет на кампусе, то есть, это, грубо говоря, общежитие. Как только вы из другой страны или другого штата переезжаете в другой штат, ваш ребенок учится, то прибавляйте почти 40 процентов. Да, столько же, ну, примерно 50 на 50 выходит проживание. Питание, кампус, да. Да, и обучение, поэтому, как бы, вот вам из чего складывается, естественно, для... Поэтому очень много из них перебила делают так, что ребенок поступает, и родители переезжают именно туда, куда он поступил, чтобы ребенок жил вместе в одной семье, и уже это получается дешевле. Потому что таким образом они экономят в год огромные колоссальные деньги, и это правильно, и это выгодно, и если, конечно, у вас там 5 родителей, как у нас, то вы запаритесь за всеми переезжать, поэтому... И еще плюс, еще есть нюансы, что если вы резидент штата, то в вашем штате у вас будут преференции, более дешевые обучения. Знаете, если, допустим, вы собрались отсюда, из Флориды, поступать в другой штат, то там он будет дороже для вас. Поэтому очень-очень много нюансов в этой системе, как и в системе страхования, нужно разбираться до бесконечности, вернее, можно разбираться до бесконечности. Поэтому здесь, в общем, Лиза у нас советуется и смотрит уже с теми людьми, которые заканчивали, делали, но мы понимаем одно. Но глядя, опять-таки, на наших уже знакомых, на наше окружение, которое здесь давно, на американцев, которые наши знакомые, с которыми мы разговаривали, то есть важно, что ты закончил что-то и дальше уже, то есть нет такой панацеи, что ты закончил там именно вот этот университет, закончил его классно, и ты теперь везде на работу. Такого нигде нет, согласитесь? То есть, ну нет, что ты закончил МГУ, например, и ты точно теперь любое, все двери тебя везде взяли на работу, дали хорошие посты, дали огромную зарплату, да нет такого. Поэтому люди заканчивают там Оренбургскую академию вязания и при этом потом в Газпроме работают, ну я образно, или здесь же такие же ситуации, когда человек заканчивает там что-то вообще не про что, а потом дальше-дальше. Но учиться здесь, в принципе, выгодно, выгодно в плане того, что все эти знания потом тебе плюсуются, и в общем, система образования очень сложная, но она очень-очень, как бы, доступна для всех, для обеспечения всех, если вы этого хотите. Да. Погнали. Так, я думаю, там будет вопросов много еще про Лиза на обучение, да, что-то дополним. Был ли у вас кризис в отношениях? Если да, то как справились? И второй вопрос, где и где купили бы дом, в каком штате городе? Друзья, первый вопрос, был ли у нас кризис в отношениях, если мы с этим справились? Я вот хочу вначале сказать, друзья, мы самая обычная семья, может быть, где-то с экрана кажется, что мы идеальная семья, поверьте, это не так. Это не так. Это вот прям совсем не так. Вот я даже пример приведу, мы когда даже видео снимаем, вот даже вот на балконе снимали, как жарили креветки перед этим, у нас там два видео подряд, мы там что-то жарим. Вот элементарно, между где-то мы так разосрались, мягко говоря, что просто кошмар, там даже в переходе видно у Вовы, там лица на нем нет. Вот к примеру, да, но мы же это не показываем, да. Или следующее видео выходит, тоже мы там жарим что-то на балконе, и под конец, под музыку у нас такая идеальная семья, мы между собой разговариваем. Боже мой, я когда это снимала, я просто звук вот так, упс, и музыку наложила. Это нельзя было выводить в эфир вот так. Это нельзя показывать, нельзя это снимать, нельзя это вообще озвучивать. Ребята, кризис это же есть у всех, везде и всегда. Да, конечно, у нас они были, не один кризис, с самого начала, только Лиза, да еще Лиза не родилась, господи, да до свадьбы пока ждали, когда нас в ЗАГС, в ЗАГС позовут, так скажем, да, ждали, уже хотели, думали, да ну нафиг, давай не будем уже. Правильнее, наверное, извини, перебиваю, правильнее, наверное, говорить, ставить вопрос не так, что были ли у вас кризисы в отношениях, а правильно говорить, в каком соотношении у вас все нормально и кризис вот так вот, вот можно сказать, примерно мы стараемся держать 50 на 50 хотя бы. Стараемся, да, иногда кризис перевешивают. Ладно, давай дальше. Ну, в общем, друзья, просто я к тому, что мы самая обычная семья, мы не идеальная семья, вот поверьте, не идеальные кризисы были и много, были сложные. Какой сериал? Какой сериал? Идеальная семья, посмотрите. В общем, кризисы были какие-то сложные, какие-то легко выплатить, из которых было, были какие-то очень сложные и в то же время, допустим, были такие моменты в наших отношениях, когда мне уже ничего не надо, я уже готова развести все, тогда Вова вытаскивает, значит, всю нашу семью, как бы спасает. Было такое, когда Вова говорит, все, все, нахрен, развожусь и так далее, да не страшно. Я уже как-то вытаскиваю. Бывало, когда вдвоем говорим, все, да, сведло. Тогда никто не вытаскивал. Никто не вытаскивает, тогда как-то сами выплывали. Ладно, ребят, давайте. Конечно, было, друзья, и очень много. Все, как у вас. Все, как у вас. И будет, да, поверьте, это, да. А где купили бы дом, в каком бы штате-городе? Ну, здесь, наверное. Ребят, мы, мы реально, вы знаете, у нас был опыт, мы рассказываем, у нас был опыт Нью-Йорка и был опыт Флориды, да. Фактически два таких опыта. При этом мы путешествуя, мы были в нескольких штатах, нам многие вещи нравились и, в принципе, мы для себя отметили. Но вот как-то за последнее время, особенно когда мы попали в этот замечательный город Нейплс, мы настолько сейчас к нему привыкли, что реально, пока что, на сегодняшний день, да, мы привыкли к штату. Мы понимаем, что, может быть, бывает и лучше, и комфортнее, и не знаю там, что еще. Но мы реально, мы привыкли здесь. Нам уже здесь многое понятно, многое родное. Обросли какими-то знакомствами. Да. Тоже немаловажно. Но один из таких самых лучших ответов на этот вопрос, который я получал в свое время, еще будучи в Нью-Йорке, мой хороший товарищ мне ответил на этот вопрос. И я отвечу вам точно так же. Когда люди спрашивают, в какой штат лучше ехать, лучше туда, где у вас есть бизнес или работа, ничего другого, то есть ни солнца, ну я не знаю, у всех, конечно, разные ситуации денежные, возможно. Поэтому задают, нет же у человека здесь ни бизнеса, ни работы пока, поэтому задается такой вопрос. Где бы мы остались, мы остались, мы сегодня уже здесь кое-чем там обросли, у нас кое-что получается, и мы на сегодняшний день, по крайней мере, мы не собираемся, чтобы там, ну вот сейчас там. То есть такого, что мы живем и каждый раз думаем, блин, надо все-таки куда-то еще поехать. Нет, у нас нет. Мы с удовольствием будем путешествовать по Средним Штатам, у нас мечта есть поехать в долгие путешествия, но пока ни возможности с детьми, ни работа наша не позволяет. Собака, корот. Собака и прочее. То есть, ну все это можно как-то увязать, но путешествовать с удовольствием, а вот выезжать, скажем, что мы хотим жить там в другом климате, например, или в другом штате. Мы на сегодняшний день так сказать не можем, нам очень нравится этот город, он понравился больше всего из всех городов, где мы жили во Флориде. Нам нравится сам штат Флорида, а с учетом кризиса и нашего великого губернатора, реально просто, который сделал немыслимую вещь, вопреки всей, ну вот такой вот государственной политике страны, и сделал из штата просто загляденьем, просто потому, что реальная экономика здесь, несмотря на пандемию, она практически не пострадала, и благодаря ему люди стали развиваться, делать, несмотря на то, что многие штаты, к сожалению, теряли. Ну, в общем, мы рассматриваем, конечно же, этот штат, но если честно, у нас планы, вообще все, какие мы планы строим, они у нас все в тар-тарары летят, поэтому мы стараемся не планировать. Да, сложно, факторов много, сейчас, на сегодняшний день мы хотели бы здесь жить, мы собираемся, ну давайте дальше, ладно. Так, вы действительно хотите купить свой дом или конда в ближайшем будущем, или смотрели дома для контента? Друзья, мы смотрели два раза, оба раза мы вам показали, один раз комьюнити. Они нас чуть не купили, вот. Да? Ну, уже как бы была у нас. Ну, мы, да, рассматривали, да. Не для контента, реально, не для контента. И оба раза эти были случайно, один раз мы вдвоем, слова там, с детьми нас еще покатали по комьюнити, администратор, и второй раз вот с Артемом Сырой, когда ездили, это тоже было случайно, абсолютно, никто не планировал. Это было просто случайно, но не для контента. Друзья, нас в этом обвиняли, когда мы здесь переезжали, смотрели комьюнити за комьюнити, и это снимали и показывали. Но почему-то многие решили, что это для контента. Друзья, ну, вы когда квартиру выбираете, вы в первую попавшуюся берете, ну, здесь то же самое. И когда мы будем покупать дом, я думаю, мы десяток объедем. Да, мы на самом деле к этим вопросам, я вам скажу, даже я могу ответить заранее, почему мы сейчас не покупаем дом. Для этого есть две причины. Причина первая, это то, что сейчас мы вкладывали больше в бизнес, то есть у нас сейчас мы развиваем вот именно бизнес по аренде автомобилей, развиваем его, скажем так, планы более глобальные, более масштабные. И это вообще тема отдельных роликов и дальше, сейчас даже преждевременно это обсуждать, это раз. Второй момент, это то, что сейчас, вот благодаря тому, что я сказал про Флориду, что это один из немногих штатов, который был открыт практически во время всей продолжительной пандемии, то есть мы закрывали всего на очень-очень короткий срок, благодаря губернатору. Экономика была на подъеме и огромное количество людей с инвестициями ринулись сюда вкладывать деньги. И сегодня на рынке недвижимости во Флориде, ну как в принципе сейчас на многих рынках, во многих рынках США, идет подъем и сейчас не лучшее время для покупки. Некоторые цены, они несколько перебирают. Для продажи лучшее время. Да, для продажи, то есть все люди, которые инвестировали в недвижимость, то есть они сейчас, я подчеркиваю, не жили, а инвестировали. Они сейчас продают, а покупать, ну кто успел вот еще это сделать в декабре, там в январе даже, то да, хорошо. Сейчас, к сожалению, некоторые цены, они реально перегреты. И поэтому, и сейчас надо подождать, сейчас этот рынок такой, он неспокойный пока что. То есть можно сейчас купить дорого, а завтра взять, понимаете, моргиджи, да, ипотеку. И, соответственно, потом ее мучиться выплачивать, а дом ваш там подешевеет на 50-60 тысяч долларов, что возможно, потому что сейчас многие так как раз и подорожали. И поэтому, в общем, и плюс еще вот то, что сейчас мы все-таки стараемся развивать. Вот мы, как бы, у нас есть направление, мы сейчас в них вкладываем, мы вкладываем огромные деньги, сейчас уже сравнимые с покупкой недвижимости практически. Давайте дальше. Так, привет из Коми, привет. Вы точно определились, что будете жить и покупать дом или квартиру в Америке? А про пенсию вы задумываетесь? Значит, первый момент. Точно, абсолютно. И я вам даже больше скажу, что у нас нет даже мыслей на тему, что как-то сейчас там реинвестировать. Или я даже выражусь, диверсифицировать вопросы, связанные с там одной или двумя странами. Мы даже на штат это не рассматриваем, там, между двумя штатами, а страны тем более не рассматриваем, потому что, ну, мне кажется, что это сейчас... У нас и нет таких возможностей, да это и глупо. А страны вообще, то есть, точно абсолютно определились, точно абсолютно решили. И это определение у нас обосновано очень многими факторами, в том числе не только экономическими. Поэтому на вопрос, что... Про пенсию задумывались? Да, про пенсию задумывались, ребят. Мы задумываемся про пенсию, безусловно, в Америке не такие большие пенсии, и об этом нужно понять. Да, они намного больше, чем, к примеру, там, в России, но и здесь и жизнь намного дороже. Поэтому нюансов много. Я вам скажу, что... И за пенсии задумывается уже со школы, по-моему. Я вам отвечу на этот вопрос так. Лиза у нас пришла несколько дней назад и сказала, что нам рассказали про пенсионные накопления, и я буду откладывать по 300 долларов в месяц, чтобы у меня была дополнительная к пенсии. Но, знаете, в чем оказывается смысл? В том, что... Первое. Делал бы я так в России? Нет ни за что, потому что моя бабушка с дедушкой и мои родители потеряли все деньги СССР, все накопления, которые в свое время делали, они превратили их в ничто, в зеро. Это мы с вами проходили. Второй момент. Здесь бы я так делал, и она так будет делать. Она уже начала так делать. И самое главное, ваши пенсионные накопления здесь, в США, не облагаются налогами. То есть, грубо говоря, если вы заработали какие-то деньги и часть положили в пенсионный фонд, то насколько... Мы сейчас говорим про то, что рассказали Лиза, или рассказала нам, что эти деньги не облагаются налогом. То есть, вот эти деньги, которые копятся, приумножаются и, соответственно, ну, складываются, не приумножаются, складываются, да, ежемесячно. То есть, поэтому недавно вышло на... Можно сказать, да, про столицу мира? Просто на столице мира на канале вышло, что пенсионные накопления. Так вот, то, что по статистике большинство американских пенсионеров имеют, скажем так, больше 200 тысяч долларов на счету, а в среднем имеют по миллиону долларов, это как раз благодаря тому, что они об этом озадачиваются со школы. И совершенно спокойно. То есть, если им рассказать, что их деньги, которые они копили за последние 40 лет, превратятся в деньги на кроссовки, ровно так было у меня. То есть, сумма, отложенная в рублях в СССР, на нее я потом купил кроссовки, когда все развалилось и был дефолт. Так вот, если об этом рассказать американцам, у них, наверное, просто даже в голове не укладывается. Ладно, давайте дальше. Чуть-чуть подвинемся от солнышка, ладно, в ту сторону. Заодно вид будет лучше. Смотрите, где мы сидим. Видите, как красиво у нас. Ну, давай подвинемся. На меня просто солнышко, не подвинемся. Хорошо. Видно, Настасья? Ну, давай, нет, вот. Чуть-чуть задвесывайся. Так вообще неудачно. Мне кажется, вот в ту сторону можно. Подожди. Ну, ладно, давай дальше. Долго у нас в приготовлении. Ты очень долго. Так, 24 минуты, стоп. Опа. Я боюсь, что нас будет плохо слышно, поэтому я ближе делаю. Ладно, давайте дальше погнали. Да, долгий вопрос. У нас 240 вопросов. Не надо так, пожалуйста. Ну, что это? Блин, бог. Капец. Ладно, давай все. Что-то, я не знаю. Что-то на полу еще хуже видно стало. Давай, все. Ладно, так, друзья. Боже, что нас слышно. Мячик или помпончик для игры. Скажем, да, придется вешать. В общем, ребят, ну, что-нибудь придумаем, да. Постараемся. Да, он оторвал. Давай дальше. Все, да. А где же на полчаса? Лена, тебе нужно попринимать таблетки против герпеса. Забудешь, что это такое? У нас таблетки называются Завиракс. В Америке, наверное, как-то иначе. Я тоже страдала от герпеса после таблеток. Забыла, что такое герпес. Друзья, я про герпес сама все расскажу. Он у меня всегда со мной с самого рождения. У меня это врожденное, неприобретенное. По поводу Завиракс, Ацикловир. Все знаю, все принимала в огромных сумасшедших дозах, что аж плохо было. Все это я знаю, да, друзья. Мне не помогают. Прости. Давай, про Завиракс. Да, следующий тогда. Ты, вот как я отвечаю, ты начинаешь меня перебивать. Нет, ты просто не дергай стойку. Я не дергаю, но она стоит неровно, блин. Что все попало. Она стоит неровно. Там бассейн даже было видно. Было, а ты зачем этот угол вообще сел? Кризис, кризис, все в отношениях. Все, все, все. Давай вот так, чтобы бассейн хоть было видно, сели, блин, вообще. Ну там где-каким ножек, в ту сторону. На шезлонги. Кому интересно сварить шезлонги твои? Давай дальше. Чего дальше? Я уже не помню, что я говорила. Ты просто говорила, что ты все знаешь, мама. Все, дожди, давай дальше. Про герпес рассказали. Ну, ну просто зачем меня перебивать? Прости, я случайно. Я просто не дергай стойку и все, прости. Ну, если плохо, она стоит, почему я не трогаю тебя? Она прекрасно стоит, давай. Я прекрасен. Я не помню, что о чем говоришь. Ты про Завиракс сказал, что ты знаешь. Ну, я сказала, ты берешь, перебиваешь. Прости, Зайц, прости. Я на вас не справлюсь, наверное, когда-нибудь. Просто будет скучность, мы просто тума будем отъезжать на вопрос. Давай поржем что-нибудь. У нас видео будет на неделю, наверное. Да, нормально. Вам же понравилось, скажите. На три вопроса ответили уже полчаса. Итак, привет, семья, любимая. Скажите, пожалуйста, как Лаврик пойдет с Катей в школу, если он еще совсем маленький и без тебя не может, без меня, видимо. Мне его жалко. Объясни, как же это получится. Заранее спасибо, любим, удачи. Спасибо большое за вопрос. Ну, как они пойдут? Ну, так и пойдут, как имеется в виду, что он маленький совсем. Друзья, ему 4 года, получается, Кате 5. Вообще школа здесь с 5 лет. Переживать за то, что кто-то маленький пойдет, ему будет тяжело, бессмысленно, абсолютно. Ну, ты и говори, я тебя не перебиваю. Я просто пытаюсь так, прикольно, зонтик у меня на голове такой. Школа с 5 лет начинается, но это даже школой назвать нельзя. Это как детский сад. Они там толком даже не учатся, не нужны проходить никакие тесты, они не получают никакие оценки. Это просто такой детский сад. А с 4 лет там вообще, я не знаю, они, наверное, спят даже днем. Я не знаю, конечно, вряд ли. Но просто здесь переживать абсолютно. И вообще вся вот эта вот начальная школа, которая здесь до 5 класса, это до 11 лет получается, это сплошной детский сад. Более того, и средняя школа там тоже что-то от детского сада есть. Только в старшей школе их уже дерут как надо. А начальная школа вот 4 года, с 5, как у нас, но 4 года имеется в виду... Я не знаю, вместе их будут брать, как ты думаешь? Мы еще не знаем, мы расскажем. Ну, короче, мы сами не представляем, как это будет происходить, поэтому давайте мы по факту вам. Ну, вообще, братьев-сестер разъединяют, их вместе не берут. Даже близнецов, даже двойняшек разъединяют по разным классам, чтобы они социализировались. Или иначе они просто липнут друг к другу, и социальность их происходит гораздо медленнее. Ну, как-то так. Правильно я сказала? Правильно. Что ты мне справишь? Ты же сказал, значит, правильно. Ну, ты же сейчас будешь добавлять. Нет, нечего добавить. Так, так, планируете ли вы возвращаться в Россию на ПМЖО? Нет. Нет. Я вам даже скажу хуже, мы не планируем даже туда возвращаться на время. Да. Это факт. Простите нас все. Здравствуйте, как дела у вас? У меня все нормально. Рады. Это был вопрос и ответ. Ну, я не знаю. Здравствуйте, как у вас дела? У меня все нормально. Чего хотел, он все написал. Мы отвечаем, у нас тоже все хорошо. Спасибо. Дальше. Вы сосиски по моему совету так и не попробовали? Это наши соседи. Они в Майами живут, но муж живет долго в Нейплс. Мы знаем. Да, это наши подписчики, наши соседи. Привет. По рецепту не попробовали, да? Мы не попробовали. Да, не попробовали. Слушайте, иногда бывают такие ситуации, ребята, это я, я прошу прощения, я несколько раз делал скрины, в общем, того, что показывают люди. Мы же тоже смотрим какие-то там влоги иногда, там блогеров, да? Особенно, там, ну, что-то там связано с новыми продуктами и прочее. И раз там сделал скрин, забыл, и, в общем, или совет какой-нибудь, и вдруг и потерял. Поэтому, простите, иногда просто затерялось где-то там в информационном потоке. И потом чистил телефон, удалил случайно. В общем, остались мы без информации, поэтому... Так, здесь у нас много идёт таких приятных, хороших комментариев. Мы их зачитывать не будем, потому что это не вопросы, да? Поэтому я пропускаю. Так, друзья, очень приятно. Тут и с днём мамы поздравляют, и просто пишут нам очень много приятных слов. Посоветуйте, пожалуйста, где в вашем городе лучше брать машину в рент дней на 10? Бюджетный вариант. И где лучше снять жильё, чтобы и пляж, и плазы были недалеко? Это к Вовику. Ну, ребята, скажу так. И заметьте, я тебя не перебиваю. Спасибо, я перебиваю всё время. Простите меня. В общем, по поводу машины лучше снять у нас. Не бюджетно совсем. Дорого, но качественно. Отзывы хорошие. На самом деле, не знаю. Ребят, ну, порталов много. Всё зависит от сезона. Бывает такое, что вы приезжаете, это очень сильно зависит от сезона. И, наверное, бывает даже не от сезона, а от какого-то прямо вот одной недели. Некоторые нарываются, приехали и говорят, боже мой, мы приехали, вроде ещё не летние каникулы, ничего, а спрингбрейк начался, да? Это когда весенние каникулы у детей. То есть, как бы, вроде ничего такого, а все понаехали и прочее. Поэтому, в общем, очень много нюансов. Считается, что самый не сезон, самый низкий цены, это как раз июль, август, сентябрь. Вот эти вот месяца, они обычно по самым низким ценам. Всё зависит от того, прилетели вы Ford Waterdale, будет одни цены, одни расценки, предложения, допустим, по автомобилям, если мы говорим, доехали оттуда. Кому как удобно. Кто-то в Ford Mice прилетает, кто-то в Sarasota прилетает, кто-то в Тампу прилетает, кто-то в Майами прилетает. Всё везде по-разному. В целом, бюджетные варианты, как правило, это Dodge Car, одна из самых таких недорогих компаний. Но будут очереди, и будет маленький предложение по машине. Более того, вы можете получить машину далеко не ту, которую хотели. Поэтому, всё, в общем, нюансов много. Где лучше снять жильё, чтобы пляшек и Плаза были недалеко? Ребят, Плаза здесь везде, наверное, везде. Здесь везде просто плазы, и всё недалеко, и в принципе... Здесь же Флорида расположена и со стороны Атлантического океана, и со стороны Мексиканского залива. Зависит от того, какой вы пляж хотите, да, вот как у нас, например, это белый песок, мексиканский тёплый очень залив, либо более холодный и более бурный, это Атлантический океан. Но там хорошо в Майами, там такая, знаете, прям цивилизация-цивилизация, и просто от того, что вы хотите. Здесь я Лену подправлю, не более холодный, а, допустим, тот же самый Атлантический океан, он имеет более ровную температуру среди всего года, в основном, да, то есть когда зима, холодно, то там ещё можно купаться, а у нас уже достаточно прохладно, например. Это я говорю про февраль, например, январь месяц, да, у нас не всегда можно купаться в это время, а там Атлантика, Гольфстрим, и, соответственно, и там более, более такой, как бы, спокойный сезон, то есть здесь он, бывает температура, когда 16-15 градусов опускаются, там-то, конечно, такого, как правило, не бывает. Нет, ну там реально тоже зимой холодно, честно говоря. В общем, ну, холодно, лень, везде холодно, и в Коскранове шуба делается. Но местные, вы знаете, никто не купается зимой здесь, зимой же считается здесь сезон, но местные никто не купается, для местных это прям совсем холодно, очень холодная вода. А где приезжем, кажется, дорого. Лучше говоря, если бы сейчас речь идет, там, как за вопрос звучит, где поближе. Где пляж и плаза, либо недалеко. Если мы говорим про Нейплс, да, про любой, на самом деле, город, то есть, от города зависит, от сезона, если мы говорим про город Нейплс и про любой другой город Флориды, везде будут плазы, везде будет все подряд. У нас в городе в радиусе 20 минут, 25 максимум по времени поездки, вы доедете до пляжа, до плазы, до вообще всего чего угодно, костка, не костка, поэтому я вообще не рекомендую селиться поближе к пляжу, если только вы не человек, который мечтает все время смотреть, просыпаться и смотреть на океан, потому что переплатите много-много цен, будете ли смотреть, неизвестно. А разница будет в 10 метров со второй линии. А разница будет колоссальная, и поэтому смотрите, для этого есть Booking.com, для этого есть R&B&B, и, пожалуйста, ищите. Лучше R&B&B, наверное. Да, кто ищет квартиры, я многим рекомендую регистрироваться на, есть на Фейсбуке группы, поможем нашим в Майами, там и бла-бла-бла, много-много всевозможных групп, и там очень часто люди задают вопрос, там приезжаем на неделю, готовы снять жилье, например. Пишите свой состав семьи, в личку вам пишут, и там люди договариваются между собой, это вась-вась, там уже подешевле, поэтому... Ну, можно так, но мне кажется, R&B... Ну, три основные опции, это Booking, это R&B&B, и это, соответственно, Facebook, например, группы, где вы можете поискать. Они есть практически во всех городах, есть русские комьюнити, и есть русские и русскоязычные группы, фейсбучные, куда можно задавать эти все вопросы. Так вот, я не знаю, это вопрос, я так понимаю. Слушай, постоянно ты что так, Вова, как начинаешь все объяснять, как будто мы не понимаем, что за праздник 9 мая, как будто ты оправдываешься, вопросительный знак, я поэтому не знаю, вопросы ты или пропустить. Не знаю, что-то оправдываешься. Что-то оправдываю за 9 мая, ребята, я не застариваю, не оправдываюсь, а то, что я поясняю, иногда очень, так скажем, развернуто, ну, простите, вот такая у меня манера пояснения всегда считать, что, ну, кто уже понял, он скажет, так все, и ладно, промотает. Герпус мой покой не дает. Кто не понял, поймет. Лена, у вас иммунитет на нуле совсем, проблемы прут наружу, витамины, правильное питание, лечение герпеса изнутри таблетки. Она все знает, она сама может обучать. Ну да, давайте я, может быть, один раз, я просто уже где-то говорила в каких-то видео. Примерно раз 15. Друзья, у меня иммунитет, да, вот смотрите, иммунитет на нуле совсем. Может быть, вы не заражены герпесом, и это немножко, мне особенно это странно. Друзья, я вот, чтобы вы понимали, никогда в жизни не болела гриппом, ни разу. Я не заразилась от своих детей, которые болели им каждый, там, я не знаю, каждый сезон, все одновременно, не заразилась от мужа коронавирусом и всеми его гриппами, которыми он болел. У меня мой вирус герпеса настолько такой прям ядреный, что он не пускает никакие вирусы в мой организм. Я могу это только так объяснить. Есть плюс и минусы. В общем, да, поэтому если я от него избавлюсь, я буду болеть всем остальным. Поэтому и он мне жить не мешает. Поэтому вот это вот иммунитет на нуле совсем, друзья, ну, посмотрите на меня, какой иммунитет на нуле. Если в этот раз, говорю, вот причины непонятные, ребят, она пересняла на солнце, то есть есть понятие. Да, у меня пить от фиреооблажнения и от перегрева. Перегрев, перегрев, да. Да, пересидела на солнце, у меня сразу же влазит, да. Так, про таблетки я уже говорила. Я все это пила, все это знаю, и я все сюда прошла. Так, а прямой эфир слабо? Слабо. У нас нет на это ни времени, ни возможности. И время. Я уже говорила, нам время очень тяжело подобрать, чтобы вам было удобно выйти в прямой эфир. Всем невозможно, представляете, сколько количество народа, 25 тысяч человек сейчас посмотрит, например. А мы сейчас ответим не на все, мы понесемся домой у нас. Мы в нашем комьюнити сидим, у нас что-то сейчас произойдет, что-то нужно делать. Завтра будем записывать следующее. Поэтому это невозможно просто, да. Продолжение следует...